Наше подразделение занимается внедрением БИМ-технологий в нашей компании. По-простому, это совершенно новый подход к архитектурно-строительному проектированию, который заключается в создании трехмерной информационной цифровой модели здания, каждый элемент которого содержит определенную атрибутивную информацию. Грамотно настроенные шаблоны, у нас в компании они настроены довольно хорошо, позволяют просто перераспределить усилия. То есть люди меньше затрачивают время на оформление чертежей, вот таких как этот, и больше занимаются именно обдумыванием и проработкой грамотных технических решений. Здание собирается в Navisworks, то есть эта модель уже, в принципе, сделана. В рамках этой модели были разработаны не только архитектура и конструкция, но и инженерные сети по этому сооружению. Плюс он также этой технологией еще является то, что, помимо того, что мы получаем трехмерную модель, трехмерная модель еще связана с чертежами. То есть выбрав любой элемент здания, мы можем найти этот элемент на чертежах, прям перейти к чертежу и спокойненько посмотреть, что же там было на чертежах, как это называется и так далее, получить всю информацию об этом элементе. Нашей компанией это дело, во-первых, то, что люди работают в рамках единого цифрового макета и могут быстро обмениваться информацией. Люди всегда видят конструкции и инженерные сети смежных подразделений, что позволяет принимать технические решения в режиме реального времени. Мы постоянно проводим проверки на коллизии, вот как раз таки в Navisworks, что позволяет людям избежать большого количества ошибок при проектировании. Нашей компанией это позволяет сэкономить на процессе строительства, поскольку ошибки проектирования в процессе строительства по статистике за ним могут увеличить стоимость самого строительства где-то на 10%. Это довольно серьезная экономия. То есть как раз процесс возведения нашего Skyway Innovation Center в Шарже. Вот, то, что у нас была подсыпка, земляные работы выполнялись. После чего, как бы, ну, это все связано с графиком производства работ, тот, который разрабатывался в управлении проектных работ. То есть вот это у нас гостевой дом начал строиться по графику. Здесь зеленым будет подсвечиваться, сейчас начнут появляться элементы, которые возводятся, точнее оранжевым, потом зеленым, когда они уже заканчивают, если они в сроке. Также благодаря вот этой технологии мы можем отслеживать, насколько подрядчик своевременно выполняет работы, и насколько качественно. То есть вот постепенно возводится тот свик, который у нас вот в Эмиратах сейчас. Причем мы здесь можно контролировать и деньги, это уже будет 5D. То есть вот это вот то, что я показываю, это 4D моделирование. Есть также 5D, то, к чему мы сейчас движемся активно. То есть это контроль финансовых расходов и распределение их во времени, поскольку мы знаем, когда что будет монтироваться, мы можем поставить, сколько денег мы на это затратим. И также контроль качества строительства. В принципе, когда, ну, по крайней мере, на технопарке мы экспериментировали уже, и вот прямо в Невис Морской модели мы оставляли комментарий, что нужно исправить, либо что монтируется не так, что потом строили здесь, потом уже в офисе мы могли, грубо говоря, камеральную обработку сделать, того, что увидели на строительной площадке. Причем это все фиксируется, что хорошо и сохраняется для истории, и потом можно понять, что происходило. Вообще, как бы, философия информационного моделирования зданий заключается в том, что, как бы, модель не умирает на этапе строепроектирования. Модель постоянно развивается и живет на всех этапах жизненного стеклоздания, от зарождения концепции здания до демонтажа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова